Всем привет! Продолжаем знакомиться с творческими людьми, знаменитыми Джордж Эдвард Харрелл, фотограф, который внес свой вклад в создание образа гламура, представленного Голливудом в 1930-1940 годы. Я цитирую переводную Википедию. Родился в штате Огайо, первоначально учился на художника, который не интересовался фотографией. Начал использовать фотографии только как средство записи своих картин. После переезда в лагуну Бич, это штат Калифорния, в 1925 году он познакомился со многими художниками, у которых были огромные связи. Одним из таких знаком был Эдвард Стейхен, который побудил его заняться фотографией, увидев некоторые из его работ. Харрелл обнаружил, что фотография была более надежным источником дохода, чем живопись. В конце 20-х, 1920-х годов актер Роман Навара согласился принять участие на серию фотографий. Наварр был впечатлен результатами, показал их актрисе Норме Шивер. Она, в свою очередь, попросила Харрела сфотографировать ее в более провокационных позах, чем ее фанаты видели раньше. После того, как она показала эти фотографии своего мужу, начальнику производства студии метро Голденмайер, Ирвину Тальбергу, Тальберг был так впечатлен, что подписал с Харреллом контракт, сделав его главой отдела портретной фотографии фирмы метро Голденмайер. В 1932 году Харрелл покинул МГМ-студию после разногласий с их рекламным руководителем. И с тех пор до 1938 года управлял своей собственной студией на бульваре Сансея. На протяжении десятилетия Харрелл фотографировал каждую звезду, заключившую контракт с МГМ. Его яркие чертно-белые изображения широко использовались в маркетинге этих звезд. Среди исполнителей, которые он регулярно фотографировал в эти годы, были звезды немого кино. Дороти Джордан, Мирна Лой, Роберт Монгомери, Джин Харлоу, Рамон Наварро, Джоан Кроуфорд, Кларк Гейбл, Розалин Трассел, Марион Дэвис, Жанет Макдональд, Луп Велес, Анна Мэй, Вонг Кэрол Ломбард и Норма Шивер. Которая, как сообщается, отказывалась позволить кому-либо сфотографировать себя, кроме Харрора. Он также сфотографировал Греты Гарбо во время съемок рекламных материалов для фильма «Романтик». В начале 1940-х годов Харрелл переехал в студию Варлен Браздерс, где фотографировал в частности Бет Дэвис, Энн Шеридан, Эрл Флинн, Оливье Де Хеверленд, Иду Лупино, Алексис Смит, Лорен Бекколф, Хамри Богорта и Джеймса Кэгни. Позже, в том же десятилетии, он приехал в Колумбия Пикчерс, где фотографии используются, чтобы помочь студии построить карьеру Риты Хеймера. В последовременное время покинул Голливуд, чтобы сделать учебные фильмы для первых кинографических подразделений из военно-воздушных сил Соединенных Штатов, армии США, для которых он снимал учебные кинофильмы и фотографировал генералов Пентагонии. Вернулся в Голливуд в середине 1850-х годов, где он стал упорно трудиться над созданием идеализированного образа своих героев. Его стиль гламура оказался невостребованным. Приехал в Нью-Йорк, работал в рекламной индустрии, где по-прежнему ценился гламур. Продолжал свою работу для модных журналов и несколько лет фотографировал для печатной рекламы, прежде чем вернуться в Голливуд в 1960-х годах. После 1970-го года его самые известные работы были фотографии для обложек альбомов, певцов. Он снимал для альбома Касс Эллиот, Хелен Рэдди, Том Уэйт, Фритвуд Мак, Квин, Митш Юр, Пол Маккартни. Умер от осложнения, от рака мочевого пузыря, вскоре после завершения документального фирмы о своей жизни. Умер 17 мая 1992 года. После его смерти образцы художественной продукции можно найти в постоянных коллекциях многочисленных музеев по всему миру. Джордж Харрелл, прозванный великий господин голливудского портрета, был главным фотографом Голливуда 30-х годов. Ну вот так, вкратце, конечно, переводная википедия, все что удалось найти, о фотографии Джордж Эдвард Харрелл, который внес свой вклад в создание образа гламура, представленного Голливудом в 1930-х, 1940-х годах. Все, пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok